Понятно. Господа, я вам желаю счастливых занятий и с лиха удаляюсь гулять со внуками. Буду разговаривать на чистом иврите в качестве оправдания. Окей? Пока! Пока! Итак, здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем наш великолепный курс. И на этой неделе в Диаспоре, то есть вне Израиля, читали недельную главу, которая называется Корах. Значит, это было вот в последнюю субботу, то есть вчера. А на этой неделе читают две недели главы Хукат и Балак и догоняют, наконец, Израиль, который до сих пор шел на одну неделю вперед. Я уже объяснял, что это произошло из-за того, что восьмой день праздника, который существует в Диаспоре, но не в Израиле, пришелся на субботу. Итак, мы разбираем из недельной главы Корах параграф теперь восемнадцатый. В нем не очень много новых слов, но не такие уж простые фразы, но мы с вами постараемся. Ну, для тех, кто к нам присоединяется, отмечу, что заранее я стараюсь ставить нашу группу в Телеграме, вот этот файл, который вы видите сейчас на экранах, то есть текст размеченный, и слова. В словаре те слова, которые я отметил зеленым фоном, даны с переводом. То, что я отмечаю желтым, это для себя, я надеюсь сказать несколько слов по поводу вот этих слов. Так, одна недельная глава Хукат сейчас. Две я имею в виду на неделе, которая сейчас идет. Сейчас читаю. Да, подождите, Хукат, разве не Хукат и Балак вместе? Да, вы что, серьезно? Может быть, я ошибся? Да, наверное, я принял желаемое за действительное, прошу прощения. Так, товарищи, в любом случае, сейчас мы читаем Корах. Должен вам сказать, что примерно лет сорок, может быть, слишком назад, именно с недели главы Корах я начал вот такое последовательное чтение главы Тори. И вам того же желаю. Итак, мы начнем. Алиф. Здесь легко дать буквально именно так сказано, почему эти слова использованы. Немножко сложновато, но неизбежно. И так дословный перевод дает нам. И сказал Бог Арону, ты и сыновья твои и дом твоего отца с тобою понесут грех святилища. И ты и сыновья твои с тобою понесут грех священнослужения. Комментарий говорит, что здесь на Арону и его потомков возлагается ответственность за то, чтобы не умер человек посторонний, если он по ошибке или намеренно приблизится к священнослужению, не будучи коэном. То есть, коаним должны предупреждать народ, чтобы такого не произошло, иначе вина будет на них. Вот что значит, объясняет комментарий вот этого слова. Понесете грех. Грех святилища и грех священнослужения. Так? Ну, соответственно, если не будет такого, то не будет и греха. Анна, прошу вас, читайте, переводите. Так, чудесно. Так, и также братьев твоих, колено Леви, колено, получается, колено твоего отца. Да, Матейшевик, мы переводим. И лавэ, то есть присоедини, получается, присоедини к тебе. Да, будут сопровождать тебя. И шатруха прислуживают они тебе, а ты и твои сыновья с тобой перед, ну, будут, наверное, будут перед шатрум свидетельства откровения. Шатрум свидетельства, совершенно верно. Да, это дается указание коэнам, то есть орую его потомкам, да, что левиты, потомки колено Леви, будут им помогать в служении шатры. Да, замечательно. Тимофей, вам достался гимель, прошу вас. Гимель. Вешамру, мишамратеха, у мишмерет коль аорель, ах эль клей а кодеш, в эль а мизбех, ло икраву, в ло ямуту, гамгем, гаматем. Переводим. Так, и соблюдать будут из обязанностей твоих. Мишмерет, это буквально служение. Да, служение твоего и служение всего шатра, что до сосудов святых. То есть священных, да. Священных и до жертвенника не приближаются и не умрут, как они, так и вы. Да, верно. То есть левиты, да, им дано служение, но они не должны приближаться к священно-действию, которое принадлежит только к огонь. Вот это вот слово «ах» можно проще перевести как «только». То есть они до определенной границы, вот это их ограничение. Да, совершенно верно. У нас просилась Людмила. Два раза я ей разрешил войти, но, наверное, что-то у нее не получилось. Людмила, вы с нами? Нет. Я не знаю, что произошло, но в таком случае я беру на себя далее. Венилву, алейха, вешамру, эт, мишмерет, огель, моэд, лихоль, аводдат, а огель, везар, логикрав, алейхем. Венилву, тот же корень, что в слове леви, название колено леви. И вот выше я выделил желтым. Венилву, и буду сопровождать. Венилву, и буду сопровождаем. Нифаль, сильный залог. Да. Но смысл тут такой, что да, будут они сопровождать тебя. И будут сохранять, хранить служение огель, моэд, служение шатра. Собрание. Во всех работах, во всех действиях, связанных с шатром, зар, зар, это значит чужой, а чужак не приблизится к тебе, не приблизится к тебе. Ло и краб, алейхем. Да. Так, очевидно, вот между тремя нами мы будем делить весь этот текст. Анна, прошу вас, хей. Так, хей. Ушмартэм эт мишмерет а кодэш, вэт мишмерет а мизбээх, вэло и е от кэцев, альбны Исраэль. Да. И исполняйте службу священную и службу жертвенника. И не будет более гнева на сынов Израиля. Совершенно верно. Кэцев мы будем переводить как гнев, то есть сердиться, да. Интересно, что слово кэцефет, сметана, почему-то, или даже взбитые сливки, тоже от его корня. Что общего сметана с гневом, представители, не могу, но факт остается фактом. Да, Тимофей, пожалуйста, Вав. Вани гина лакахти эт ахэхэм, альбим, меттох бне Исраэль, лахэм, матана, нетуним, лашэм, лавот эт аудат когель аэт. Да, верно. Переводим. Я вот взял братьев ваших, левитов из среды сынов Израиля, чтобы были они подарком данному Всевышнему, чтобы совершать работу при шатре собрания. Совершенно верно. Вот такой подарочек. Да, верно. Так, зайн, очевидно, муит. Ва ата, уранеха, итха, тишмэру эт кэхунат хэм, лихольдавар, амсбэях, улемибэйт улапарухет, вааавадатэм, аводат матана, этэн эт кэхунат хэм, ваазар, акарев, юмат. А ты и сыновья твои с тобою будут следить, будут охранять священнослужение во всех делах, связанных с мисбэяхом, с жертвенником. И ми-бэйт, это значит внутри, внутри парохет, это помещение кодэш-кодэшим. Да, потому что туда не должны были входить не только простые израильтяне, но и левиты тоже. То есть и то, и другое считается зарок. А кто мог туда входить? Коэн. Не просто Коэн, а Коэн Гадуль. В Йом-Кипур единственный день в году входил Коэн Гадуль в кодэш-кодэшим, входил в пять раз. Так? Ну, подробности я вам рассказывать не буду. Так вот, ми-бэйт лапарохет, это за завесу, то есть кодэш-кодэшим. И будете работать работу дарственную, дал я священнослужение, то есть я вам передал дар, священное действие. А чужой зар, приблизившийся, имеется в виду к этому служению, юмат, умрет, он будет умерщлен. Здравствуйте, Людмила. Я вижу, что вам не сразу удалось к нам войти, но надеюсь, сейчас вы нас слышите и вы сможете нам помогать. Правда? Я очень надеюсь. Спасибо. Меньше работы будет нам всем. Спасибо. Теперь Хэт переводит Анна, потом Тимофей, потом Людмила. Прошу вас. Так. Тимофей. 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 Да. Лехоль кодшей дне Исраэль леха на татим лем машха у леванеха лехок олам. Совершенно верно. Да. Так. И сказал Всевышний Аарону. Вот я передал, даровал тебе. Мишмер это как-то слежение, что ли, наблюдение за подношениями Труматай. Моими. Возношениями. 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 Секундочку. Так. Возношениями сынов Израиля. Да. Ну Трумата это мои возношения. цветы не сынов израиля тебе это значит дал их получается для помазания от этого же слова да и для сыновей твоих в установлении вечное буквально да что такое а и а извините ну понятно что букву это принадлежит Тимофею прошу вас это будет тебе как святой святых из огнепалимых жертв да из огнепалимых жертв всех курбанам всех жертв это тоже подарки буквально имеется ввиду возношение из грехочистительных жертв поминных которые принесут да 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 он и всем сыновям твоим и сыновьям совершенно верно то есть коины тоже должны с чего-то жить они тоже люди они тоже кушают и вот это вот часть которую они получают от жертвоприношений которые приносят да теперь людмила я надеюсь почитает нам и и и и и и так где это было святая святых будут кушать ее то есть их извините будут кушать их тохле их все мужчины каждый мужчина будет есть ее ну жертву то что причин ходишь и и и будут тебе святым это будет для тебя что именно вот это вот заповедь поедание мяса то есть это не просто вкусно покушать а это исполнение святой заповеди да и и и и и и и и и тебе возношение подарки для всех для всех ну как мы это сказали вздымание помахивали да от всего того что да сыновья Израиля приносят на поднимание да то есть при принесении жертву определённая часть уши да вздымались вот так да Тебе отдал я их, на татим этот дал я их, и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобою, законам вечным, каждый, кто находится в ритуальной чистоте Таор, в доме твоем будет кушать его. Да, Ютбет, прошу вас, Анна. Тут мы тут видим речь о том, что разные виды жертв, разные люди могут кушать. Некоторые жертвы кушают только коины мужчины внутри храма, а некоторые кушают членов семьи, можно выносить и членов семьи кормить тоже. Да, да, верно, верно. Ну, конечно, семью же тоже надо кормить. Жена бы обиделась. Ютбет. Совершенно верно, Анна, я уверен, вы справитесь. А если нет, подскажет Тимофей, где мы еще встречаем перечисления вот этих трех данностей. Да, правда? Да, это вторая часть молитвы Шма, там говорится. Маисты. Да, да, почему именно они? А что такое слово хэлэв? Хэлэв – это самое жирное, самое, получается, самое все лучшее из масла, ну, оливкового. Да, да, да. Как-то всякое лучшее, как бы жирное, получается, из вина и хлеба, ну, реши там, ну, как бы начатки первенства, которые они принесут Всевышнему, тебе отдаю их. Так, да, совершенно верно, это Всевышний говорит кому? Арону и его сыновья. То есть сам Бог не ест эти приношения, которые приносят Исраэлим в храм, да, а кому это достается? Хэлэв – да, совершенно верно. Спасибо, Анна, вы правы. Так, Тимофей сказал нам вот такое слово, которое обычно используется в переводе. Тук, что значит хэлэв, да, это лучшая часть буквально. Так, теперь Ютгимел, Тимофей, послушаем вас. Ютгимел, бикугэй, коль ашэр дарцам, ашэр явиу, ляшээм, лэха и е, коль тагор, дэвэйтеха, йохлейну. Йохлейну, угу. Би-ку-рим, мы знаем, что это, да? Первенки, да. Первенки, да. Значит, первенки всего того, что в земле вашей, ашэр явиу, которая произрастет, которая принесет. Я слово принято, принято, да, которое вы принесете Богу. Которое вы принесете Всевышнему. Вам будут всем чистым в доме твоем кушать будут. Каждый чистый в доме твоем будет это кушать, да. Да, верно. Верно, приятного аппетита. Людмила, прошу вас, Юдалит. Спасибо. Дело в том, что слово хэрэм обычно переводится как заклятое, как то, что объявляется проклятым никому не принадлежащим. Но в данном случае имеется в виду отвергнутое, отторгнутое. То есть комментарий объясняет, что если некий человек дал клятву, что вот эту вот свою какую-то вещь он посвящает Всевышнему, да, что он с этим сделает? Допустим, мой новый айфон я дарю Всевышнему. Ну что, Бог сам будет говорить, поэтому айфон он нет. Он принесет айфон в храм и передаст кому? Кому? Коину. Конечно, коину. То есть все. Все посвященное в Израиле будет тебе. Правильно, спасибо. Да, да будет так. Так, замечательно. Теперь Тет Вав. Анна, сейчас будет ваша очередь. Вы успеете почитать. Всякое, что такое Петер, разверзающая Рехем, это утроба, матка. То есть всякое рожденное, выходящее оттуда. Лехоль басар у всякой плоти, которая может быть принесена Всевышнему. Имеется в виду, то есть не из тех животных, из которых приносятся жертвы. То есть, например, из овец, но не из кошек. Так, все разверзающее утробу, да, из всякой плоти, которая может быть принесена Всевышнему. То есть обязательно искупи первенца человека, а первенца скотины. И, да, нечистый отмеат, и в д тоже написано искупи, да. То бишь, если у тебя рождается первородный, допустим, теленок, он принадлежит Всевышнему, должен привезти его в храм. Да, а первородный мы сейчас увидим, о ком это говорится, да, из нечистых животных. Да, ты выкупаешь его чем? По-моему, насколько я помню, ягненком или козленком, да. Так, Тет Зайн, пожалуйста, Анна, прошу вас. Так, у ВДУЯВ включается. У ВДУЯВ. Да, у ВДУЯВ. А, искупление, да. То есть выкуп его. Его, выкуп его. Имеется в виду первородного сына есть, он имеет в виду, да. Вот их, тех, кто в предыдущем упомянутом было, в предыдущем от одномесячном, из одномесячного. Выкупи его по пяти шекелей. По оценке серебра. По оценке серебра пять шекелей. Шекелем священных по десять лера. Двадцать лера. Двадцать лера, да, двадцать лера. Да, 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 вы мне цены не забывайте. Написано двадцать, должно быть двадцать. Что это имеется в виду? Искупление, выкуп первенца, который имеет место и сейчас, да. Покуда первенец не выкуплен, он считается подбежащим коином, да. Выкупить его можно за определенную сумму, эквивалентную пяти шекелем серебра. Как раз сегодня я готовил, значит, лекцию по этому поводу. И посмотрел некоторые мнения, сколько это на современные деньги. Ну, в общем-то, это не такая уж большая сумма, на самом деле. Вот, то есть, теоретически, конечно, первенца может сказать, ну, лучше я себе деньги оставлю, а этого моего парнишку бери кое от себе, пусть будет он у тебя, тебе принадлежать. Значит, начиная это с тридцать первого дня от его рождения. Почему? Потому что до месяца еще есть вопрос, останется ли он живых. Да, младенческая смертность в те времена была достаточно высока. Но если он прожил месяц, значит, считается, что он, скорее всего, уже будет жив, да. И, значит, если мы хотим, чтобы он был с нами, имеется в виду, папаша и мамаша, да, а не отдать его коину, то вот должны его выкупить за определенную сумму. А пример, когда мать посвятила своего первого первенца, сына, именно для храмового служения, да, это что? Это Шмуэль, Шмуэль, да. Правда, надо сказать, он и так был невитом, да. А по Аллахе сейчас пидьон делается в том случае, если отец и мать не принадлежат к колену Леви, или к коину, соответственно, а является Исраэль, да. Но все равно, значит, здесь речь идет о выкупе первенца. Тиф де пидьон. Так, спасибо, это была Анна, да. Тет заин, Тимофей, прошу вас. Тет заин. Да, спасибо. Переводим. Правильно, Юдзай, да, я неправильно назвал, да. 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 Но первенца быка, первенца, или первенца овцы. Кэстлэбэта, в классе, наверное, да. Или первенца, козы, не выкупай. Выделены они, и кровь их пролей на жертвенник. И тук их тактих... Тактих. Спали. Сожги, спали огнем, и приятное благоухание Всевышнему. Совершенно верно. Да, да. То есть выкупают козленком, который не является первенцем, первенца, допустим, осла. Так? А если рождается первенец у быка, или у кэсэб, у овцы, соответственно, он принадлежит Всевышнему. Да. Правильно. Людмила, Юдхэд, прошу вас. У вэ... У вэсарам. У вэсарам, да. Их елах, кахазэ, хатнуфа, у кэшок, хаямин лэха, их е. А их мясо будет тебе, как грудина. Возношение. У вэсарам. Возношение и... Шок, это бедро, да. И бедро, и правое бедро тебе будет. Да, да, совершенно верно. Юдь, это. Коль трумот ха-худашим, ашэр яриму вне Исраэль ха-шэм, натати лэха улэванэха, вэ лэвнотеха и ха лэхок олам, брит мэллах олам ги лэхне ха-шэм, лэха улзраха и тах. Так, всякое возношение святое, да, кодашим, точнее, того, что освящено в святости, да, обратите внимание, что буква куф здесь огласована хатавка мацан. Вот эти вот ультракраткие голосовки хатафы, хатуфы, не слогообразующие. Сейчас, вы видите, используются только для гортанных букв, то есть алиф, гей, хет и айн, вот под вопросом еще буква рейш, но в Танахе иногда и другие буквы получают вот такую ультракраткую огласовку. Так вот, всякое возношение святостей, да, святынь, которые вы, яриму вне Исраэль, которые будут поднимать сына Израэля для Всевышнего, передал тебе, я, и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобою, лахок олам, законом вечным. Так, это я, ада, брит мелах, то есть союз соли, мелах, это соль, да, почему союз соли, потому что соль вечна, при правильном хранении она не испортится. так, олам вечный, он, тут здесь она, да, вот этот брит, союз, перед Всевышним тебе и потомству твоему с тобою. Да, есть. Каф, Анна, прошу вас. Так, и сказал Всевышний Аарону, вы в земле не унаследуешь, и доли не будет у тебя среди них, я твоя доля, и твое наследие надел, дел твой в среде сынов Израиля. Совершенно верно, то есть на основании этого не только Коины, но и все колено Леви не получило земли, то есть они не занимались обработкой земли, но их уделом было что? Служение в храме, да, это было передано именно им. Это не значит, что совсем у них ничего. И было, значит, как известно по земле Израиля, были специальные города Левитов, и вокруг них были поля, то есть Левиту мог принадлежать, могла принадлежать какая-то небольшая территория, вроде дачной, да, для выращивания там Анна. Что вы сегодня половите? Свою околу картошку? Вот, то есть вот Анна нам показывает, чем могли бы заниматься. Левиты на своем подсобном участке. Но, естественно, речь не идет о том, чтобы в промышленных количествах производить свеклу и картошку. Анна, я надеюсь, у вас нет производства картошки и свеклы, нет? Смотрите, мы можем дать небольшую рекламу для наших слушателей. Я себя, конечно, заинтересовываю. Хорошо. Так, да, собственно, собственно, да, Каф-Алев, да? Каф-Алев, кто? Я. Да, почему? Переводим. И сыновьям Леви, вот, дал я всю десятину в Израиле. Всякую десятину в Израиле, да. Всякую десятину в Израиле, да. Всякую десятину в Израиле, вместо... Ну, ЛФ – это действительно вместо, да. Вместо. Да, 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 то есть они служат, то есть еврейский народ, и, соответственно, десятина принадлежит им. Да, верно. Обратите внимание, что если не урожай, да, то и им достается меньше. То есть определенный процент, как вы видите. Почему? Плохо молились, плохо служили, не пробудили божественное милость вернее. Вот такая доля наша левицкая. Так, Каф, Бет, Людмила, прошу вас. Вело и крыву отбны Израиль, Охель, 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 Моэт, Ласет, Хэт, Ламут. И не приблизит еще... Не приблизит, да, более сыны Израиля. Боли сыны Израиля, к шатру Откровения, Ласет. Чтобы понести Хэт, да, грех. Грех, умрут. И умереть, да, то есть не приблизиться, да, если они не приблизятся, то не понесут этот грех и не умрут, да. Да, верно. Каф, Гимел, спасибо. Ве авад га леви, да, ва авад га леви, гу, эт аво дат Охель, Моэт, Бхэм, Йису, аво нам, хукат, Олам, Леду, Бхэм, увитов бне Израиль, ло ин халу на хала. И будет работать левит, он, да, то есть это ему принадлежит вот эта участь, да, работу шатра собрания, и они понесут грех их, да, то есть если в служении будет какая-то ошибка, наказаны будут левиты, закон вечный в рода их и среди сынов Израиля не унаследуют они земельного надела, то есть левиты сельским хозяйством не занимались, но только для себя. Так, есть. Каф, Далит. Так. Совершенно верно. И десятину сынов, ну, ибо поскольку десятину сынов Израиля, которую возносят они для Всевышнего в виде возношения, дал я левитам в наследие, поэтому сказал я им, в среди сынов Израиля нет удела, не получат они, ну, не унаследуют они наследие. Да, вот так. Уже что-то одно, да, как мы выяснили, значит, левитам не досталось земельного надела, то есть территория, значит, Эрекс Израиль была поделена между 12 коленами, за исключением колена леви, но отдельно считаются колена Минаше и Эфраиль. Да? Левитам достались отдельные левитские города. Да, но десятину приносят именно для них. Так, есть. Тимофей, кажется, Каф-Гей, да? Каф-Гей и следующий тоже. Каф-Гей подряд, потому что там молимся. Каф-Гей, Аш-Эм, Ма-Сэр, Мина-Ма-Сэр. О! Переводим. Да. И левитам скажешь, говоря им, что возьмут от сыновей Израиля десятину, которую дал им от них, от них, в их наделах, да, и выделят из них трума, трума, да, возношение буквально. Возношение Всевышнему десятину из десятины. Да, то есть из той десятины, которую они получают, да, они должны сами выделить десятину. Да, конечно, они еще тоже евреи. Да, Так, Людмила Казаин. Людмила, вы с нами? Да, да, Ага. Как это? Слушайте. Венешав лахем труматхем кадаган мин хагорен. Горрен, да. Вэ хам малаа. Хам хам малаа, да. Мин ха я кэф и не хшав будет засчитано и будет засчитано им их приношение как хлеб даган, да, злаки, да. молодое вино горен. Мин горен, горен это гумно, так я понимаю, это туда, где складывают зеркало, так я? Верно, да. То есть как зерно из вина и как млеа. Вот молодое вино. Молодое вино. Из екев, екев это винодельня. Место, где сделают вино. да, 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 совершенно верно. Спасибо, Людмила. Так вы поднимите также и вы возношение Всевышнему из всех десятин, которые вы возьмете от сынов Израиля и дадите их от них возношением Всевышнему. Кому? Арону, Хоину. То есть, эта десятина, которую от своей десятины выделяли левиты. То есть, если левит получил от Израиля, скажем, Израиль вырастил 100 килограммов, ну, будем считать условно, что десятина это действительно одна десятая, хотя закон там несколько иной. Так вот, вырастил 100 килограммов Анна, подскажите нам чего? Свеклы, да? Да. Значит, Израиль вырастил 100 килограммов свеклы, 10 процентов и 10 килограммов передал левит. Теперь левит 10 процентов от этого, то есть, один килограмм свеклы в пакетике, значит, аккуратненько взвесил, принес кому? Арон. Ароны? Коэна, да? Ну, для чего нужна свекла? Чтобы добавлять ее в натертый хрен. Так, замечательно. Теперь... А, конечно, ничего больше. Да, правильно. Кому что? Так, каф, хэт, да? Кен, тари, мугам, атем, тума, ташем, николь, ма, сро, тейхем, ашер, тикху, мэд, на Исраэль, уна, татем, мимену, эт тума, ташем, ла, арон, ахоэн. Или это я уже почитал? Да, вы уже почитали. Да, понятно. Теперь, теперь, кафтет, я читаю? Я читаю, теперь мы читаем. Давайте. да, да. Так, Миколь, матнутейхем, тариму, эт коль, трумат, трумат ашем, миколь, хэльбо, эт мигдашо, мимену. Из всех подношений их возносите, эт коль трумат, всякое возношение Всевышнему из всего лучшего, жирного, тучного, священную, это мигдашо, его священную, священную часть, священную часть, священную часть, от него, да, да, так и есть. Да, не забывайте. Так, Ламет, Тимофей, прошу вас. Да, Марта, Алейхем, Барадимхем, эт мигельбо, мимену, де Невшав, лалевиим, кит вуат, гоген, де хит вуат, лякев. Переводим. И скажи им при возношении, и дальше, а Риммасем, при возношении, при возношении их тука, вот у них, венекшав, и будет питаться, да, будет думаться, да, будет думаться левитом, кит вуат, горы, как, твуат, это, урожай, горы, мы сказали, что это гумно, то есть, как урожай с гумна, то есть, сами левиты это не выращивают, а то, что они получают, из этого они так же, как и для них выделяли десятину, так же, и они выделяют десятину, да, это будет им засчитано, как твуат, горы, как возношение из, ну, горы, это, ну, а что там бывает, зерно, да, зерно, зерновые, да, твуат, якев, якев, это винодельник, да, 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 совершенно, да, так, Тимофей, коляка, вот, прекрасно, так, Людмила, ламет, алиф, я дочитаю, вам это, ве, ахальтем, отто, бехоль, маком, а тем, у, вэтехем, ки, сахар, ху, лахем, хелеф, а вот, ботхем, бе, охаль, моэд, и, ешти, его, во всяком месте, вы и ваши дочеря, ибо, сахар, сахар, вэтехем, это ваши дома, то есть, ваши семьи, ваши семьи, ибо, сахар, это буквально, оплата, замена, то есть, за что, за что это, вам, да, как предлог идет, заработать вашу в шатрах откровения, да, в шатре откровения, совершенно верно, кто работает в шатрах откровения, кони, да, что они получают, десятину, от десятины, которые получают левиты, левиты получают 10%, да, кони получают 1%, так, нету сейчас такого предлога, да, в современном, сейчас вас не поймут, если вы это используете, да, есть другие варианты, кмура, например, или овур, за что-то, так, ламит бет, и не понесете за него греха при возношении, тука, как мы выяснили из него, и святыни сынов Израиля, не будете осквернять, и не умрете. Мы прочитали параграф 18, из недельной главы Корах, в предыдущие циклы, мы прочитали предыдущие, соответственно, параграфы, и вот глава Корах нами уже полностью разобрана. На этом, пожалуйста, вопросы. Так, и с Божьей помощью через неделю, но мы выясним, что там будет читаться в диаспоре, и будем, соответственно, разбирать. Так, а сейчас я должен, очевидно, завершить запись в облако, да? Я понимаю, что да, да? Остановить запись. Да, на этом я прощаюсь с вами, останавливаю запись, и постепенно выключаю нашу трансляцию. Всего наилучшего вам, счастливо, наступившим вас месяцем. Томуз, да, месяц этот, для еврейского народа не самый благоприятный, но с Божьей помощью Всевышний обещал превратить посты в праздники, и будем надеяться, что мы это увидим. Счастливо, всего доброго, пока. Продолжение следует...